В Петербурге прочитает курс лекции по искусствоведению, разные совершенно обратности тематики, Франческо Флтрай, и я думаю, вы чуть-чуть расскажете, даю себе это подробнее, чтобы было понятно, как и что, нашим студентам. Ну и со своей стороны, я благодарна, что вы согласились на этот эксперимент в нашей программе, и думаю, он будет удачным. Спасибо большое. Поэтому, ни бог ни пера. Спасибо. Не буду вас посылать в этих стенах, так что вам спасибо. Ну вот, долго расписывать я свою скромную персону не буду. Я думаю, как правильно здесь было сказано, зовут меня Франциска или Франческа Викторовна, фамилия моя Фурталь. Вот. Ну и не знаю, что о себе говорить. В общем, я есть, я доктор распространения, профессор, и в общем-то, и все. Книги можно, наверное, найти в интернете, это и современных художников, правда, только первая книга вышла, это серия «Мои друзья-художники», о старейшем художнике Петербурга Соломоне Эйвштейне. Это первые выпуски послевоенной нашей Академии художеств. Это и, я вообще специалист по средневековому искусству, я училась у известных петербургских историков искусства, таких, как Николай Николаевич Никулин, Сицилия Генриханна Несельштраус, Андрей Львович Куллин, вот, и книги Арсетс Хола, «Теория изобразительного искусства в средние века», они, в общем-то, продавались, в других книгах, в других магазинах и в интернете. А первая моя большая книга – это в издательстве «Алитея» записки средневекового масона, посвященная альбому Вилара Дену Кура, так как я являюсь, увы, но, я думаю, пока, единственным исследователем этого средневекового памятника средневекового архитектора Вилара Дену Кура. Вот, и перевела его, и комментировала. Ну, вот, а по второму образованию я занимаюсь проблемами современного искусства, это как философ, как искусство. Ну, в общем-то, и вот весь мой, так сказать, скромный послуженный список. Я, правда, еще и стихи пишу, стихи пишу с дурей, да? Нет, ну, как гражданин, который реагирует, в общем-то, на какие-то проявления мира вокруг нас, и тоже, в общем-то, можно все это делать, продавалось, и делалось. В общем, я не люблю рассказывать о себе. Знаете, как Рейдер Киплин в свое время сказал, по вкусу, если труд был мой кому-нибудь из вас, пусть буду скрыт я темнотой, что к вам придет свой час, и память обо мне храня один короткий миг, расспрашивайте про меня лишь у моих же книг. Поэтому как-то неприятно о себе говорить, но, тем не менее, мы встретились с вами я думаю, к обоидному интересу, чтобы поговорить о таком удивительном явлении, каким является искусство. Искусство чем удивительно? Тем, что, основываясь на общечеловеческих, на родовых категориальных ценностях и понятиях, искусство как универсальный такой способ деятельности человека, оно не подвластно темпоральным изменениям, потому что взывает, прежде всего, к человеку как роду и к вечным каким-то универсальным этическим ценностям. И поэтому, в отличие от науки, которая также анахронизируется вместе с уходом той или иной культуры цивилизации, искусство остается и тем самым давая людям разных поколений и времен ощущение единства, единства как человечество. Наш цикл будет включать всего шесть лекций, я их назвала «Строматы», подражая отсутствие реклементу Александрийскому, ни в коем случае не по религиозной тематике, просто сам принцип подбора материала. Здесь не будет ни последовательной хронологии, ни переклички тем. Это очень пестрые, разные темы, которые собраны в эти вот «Строматы-2014» только лишь потому, что все вот эти темы, которые в этих шести лекциях обозначены, будут пытаться, я буду пытаться рассмотреть их под несколько иным углом зрения, не так, как принято в современной философии искусства или в современном искусствоведении. И, ну, прежде всего, прежде чем говорить о первобытном искусстве, хочу, чтобы мы вспомнили, что такое вообще искусство. Искусство — это форма общественной деятельности человека и специфическая форма познания окружающего мира. Специфика её состоит в том, что мир познаётся на основе не истины и эксперимента, а на основе художественного образа и интерпретации действительности. Принято считать, что искусство существовало всегда, в том числе и в самую далёкую эпоху, то, что мы называем первобытным обществом. И вот первую нашу встречу мне хотелось бы этому первобытному искусству и посвятить. Вот на экране, давайте пустим, чтобы было. Для того, чтобы просто вспомнить образный яд, о чём мы будем говорить, давайте посмотрим небольшую подборку, которую я собрала, чтобы понять, о чём мы будем говорить. Дальше ещё мы будем там. Дальше. Дальше. Мы увидим небольшую подборку. Это и госписи, это и рельеф, это и скульптура. Итак, принято считать, что те артефакты, ну и другие, конечно, это некоторые из них, артефакты, которые мы просмотрели, это первобытное искусство. Но давайте зададимся вопросом. Когда мы говорим об искусстве, то мы прежде всего имеем в виду, что искусство как форма общественной, социальной деятельности, культурной деятельности, как всё в культуре, выполняет какие-то функции. И самая основная функция искусства, это кроме, конечно, коммуникативной, мировоззренческой, понятно, но это прежде всего эстетическая функция, которая очень онтологически связана с таким понятием, и с такой категорией эстетической, прекрасной, с таким конкретным уже ее выражением, понятием, как красота. Но давайте себе зададимся вопросом. А мог ли первобытный человек дифференцировать что-то как красивое? Иными словами, было ли присуще первобытному человеку понимание или ощущение красоты? Вот, чтобы не вдаваться очень такие сложные в философию психологии, давайте на таком конкретном примере. Наверное, не секрет, что даже современный человек, не все, могут стоять два разных человека в прекрасном каком-то пейзаже возле, и один будет восторгаться, видеть, как это красиво, а другой и не видит. У меня, например, было несколько таких случаев, когда человек или не слышит один, да, это великолепная там симфония, а другой спит, он не видит этого. Если даже сейчас, и любой вам психолог, врач это скажет, если даже сейчас есть определенный процент людей, которым понятие красоты недоступно, у него нет ощущения, ведь что такое понятие красоты? Понятие красоты — это очень сложное уже, достаточно абстрактное состояние, которое предполагает восприятие пропорциональности, соотношения, объемности, фактуры, освещения и многих других вещей, которые вместе целостно воспринимаются и создают некий образ, который переживается, как ощущение свободы, наслаждения. Это почему человек так любит красотой прекрасной, потому что именно они дают переживать ему эти очень сладостные для него чувства, наслаждения и чувства свободы. Так вот, мы можем вполне обоснованно предполагать, что первобытный человек, который жил в состоянии природы диком, а если кто-нибудь из вас был в дикой природе, вы знаете или помните, что дикая природа, она скорее тяготеет к хаосу, нежели к гармоничности, ритмичности, устроенности. Недавно говорят «сад культуры», а «сад» — это уже гармоничный человек воздействовал на природу и избавил её от вот этих, ну, где-то даже агрессивных, хаотических проявлений. И так, вот даже из этой предпосылки мы можем вполне обоснованно полагать, что первобытный человек не был в состоянии воспринимать красоту как выражение гармонии, вернее, её, в общем-то, тогда в природе и трудно было увидеть. Это раз. То есть, к чему, зачем я это говорю? Затем, чтобы было понятно, что первобытный человек, рисуя, создавая всё это, не был движим тем, что движет сейчас современными людьми. То есть, не был движим желанием красоты, эстетическими какими-то посылами. Для них это было не эстетика. Тогда возникает вопрос, а, в общем-то, что это было и откуда это появлялось. Вот на самом деле, на мой взгляд, что здесь происходило? Когда, что нужно было сделать первобытному человеку, чтобы изобразить вот эти контуры, да? нужно было, во-первых, наблюдать за той природной средой, в которой он жил, и сделать очень мощный шаг по абстрагированию от тех реальных живых объектов, которые он наблюдал. То есть, что сделал человек, когда первобытный, когда вот он, ну, вот особенно здесь, да, этого буйвола начертил, он взял абрис, или узнаваемые контуры, да, отделил от реального живого объекта и перенёс его на другую поверхность. То есть, он как бы разъял вот этот живой объект, но всё живое он не мог перенести, поэтому он объял то, что он зафиксировал зрением, то, что он видел, и то, что могло быть отделено от этой живой сущности. Но тут возникает ещё другой вопрос. А для чего? Что ему делать было нечего, что ли? Он наблюдал, а потом решил это перенести на стену. И вот здесь встаёт, пожалуй, одно из самых таких главных и существенных целеполаганий, которые порождали вот эти вот феномены. Он разъял, да, разъял вот эту целостность или выплеснул этот образ на стену, да, или на скалу, там, в общем, на поверхность двухмерную от того, что это было дальнейшее углубление его мировоззрения. Мировоззрение какого? Прежде всего, мировоззрение магического. Магическое мировоззрение, оно исходит из того, что всё вокруг живое. И камни, и деревья, и то, что бегает, и то, что летает, оно всё живое. А, следовательно, живое для первобытного человека, и, в общем-то, до сих пор в любых мифах, любых сказках, это то, что живое в магическом мире, я имею в виду, то, что имеет внешнее и внутреннее. То есть видимое внешнее и внутреннее, то, что переживается, то, что можно почувствовать, но можно и не увидеть. И вот здесь переход рождения этих феноменов, которые мы, гораздо более поздние люди, оцениваем как эстетический акт, на самом деле было актом магическим. Почему? Или для чего? Человеку нужны были магические заменители того, что ему угрожало, от чего он зависел, и с чем нужно было дружить, а с чем, от кого нужно было попросить условия для своего выживания. То есть по существу не случайно, вот позже вот такие вещи, ведь те же Венеры, которые, вот Велиндорская Венера, ну и еще, ведь им же поклонялись. Существует, ну, достаточно почитать, Фрейзера, там, Тейлора, которые говорят о том, что сохранились следы различной магической охоты возле этих изображений, магические следы каких-то поклонений вот этим скульптурным артефактам. Не случайно позже их называли идолами. Идол, очень старое такое индоевропейское слово, и это что-то живое, а дол, это вот как в английском старое слово сохранилось, дол, кукла. Идолы, это куклы, заместители вот тех духов, которых не поймать, которых не увидеть. То есть, ну, грубо говоря, это куклы богов, это заместители богов. Иными словами, это был не эстетический акт, это был магический, религиозный акт. Человеку нужно был заместитель, но это, в общем-то, и осталось. Посмотрите, мы входим в церковь, смотрим там, ну, кто-то Христу молится, но мы же не видим того, вот, скажем так, живого, настоящего, скажем, да, а у нас икона, у нас образ, айкон, да, кон — это место, ай — это связанное с живым, да, то есть, живое место, как бы заместитель, образ, образ реального божества, скажем так. То есть, вот, до сих пор вот это остается, это кукла, это заместитель, это образ, у которого можно попросить, а в магическом мировоззрении, понятно, если мы что-то делаем в реальном мире, мы, значит, тем самым проецируем это действие на мир невидимый, на мир божественный или на мир духов, тех, от которых мы зависим, от тех, от которых мы что-то просим. То есть, иными словами, первобытное искусство, во-первых, оно не, оно не выполняло, прежде всего, эстетические функции, это не было их задачей. Во-вторых, вот эти артефакты, они, прежде всего, были магическим действием, которые были направлены на создание вот заместителей, кукол, богов, с тем, чтобы, с тем, чтобы, в общем-то, выжить и спросить у них тех условий, которые позволяли выживать человеку. Очень, очень ярко вот это положение, эту мысль подтверждают более поздние, потому что сначала были живописные образы, а затем появляются вот скульптуры, так называемой палеолитической Венеры. Почему палеолитические Венеры подтверждают или могут служить подтверждением этого утверждения, о том, что это не эстетический акт, а, прежде всего, магический акт. Подтверждается это тем, что у Венер очень гипертрофированные генитальные части женского тела. То есть, где она сейчас, Венера будет? Сейчас она дойдет. Да, вот это. Так вот, посмотрите, почему вот такая гипертрофизация подтверждает, что это не эстетические вещи, а, прежде всего, магические, прежде всего, такие, ну, хозяйственные, я бы сказала, да, связанные с утилитарными вообще задачами того общества. Посмотрите, когда мы сейчас видели живописные изображения, вы не могли не видеть, что они были очень точные, очень вот наблюдательные, очень как-то схваченные, да, а вдруг здесь здрасте, чтобы они женщину не видели, не могли при своей наблюдательности, которая позволяла так четко, красиво, вот со всеми тонкостями, значит, тела животного изображать, и вдруг у нас такая женщина. Значит, здесь дело в чем-то другом. А в чем? Посмотрите, когда первобытный художник, а очень часто это мог быть и он же и колдун какой-нибудь, или там главный охотник, который тоже выполнял какие-то магические функции на охоте. Так вот, когда первобытный человек изображает животных, ему очень важно, чтобы изображение было точным, потому что он-то просит именно об этом мамонте или об этом у духа, да, у этого, кого является заместителем или куклой, да, чтобы он был точный, иначе, как пишет Тейлор об этом в «Золотой ветве», иначе этот дух не узнает о том, чего и о каком животном или каком, так сказать, предмете его просят. Поэтому здесь должна быть точность, чтобы был момент узнавания. Но еще если здесь вспомнить тотемизм, понятно, еще же некоторые роды себя считали там потомками крокодила, медведя и так далее. Здесь нужна была точность, иначе не поймут кто это, иначе не узнают что это. А вот здесь не случайно скульптура это уже верхний палеолит, то есть более поздний по сравнению с пещерной живописью так называемый. Так вот здесь почему такое? А здесь мы видим уже более поздние сложное развитие мышления и в том числе мышления пластического или как будем в терминах первобытного искусства художественного хотя это как мы увидели не совсем так. Так вот здесь почему прошу прощения так вот почему здесь что здесь произошло вот эти фигуры так называемых палеолитических вине они показывают то что первобытный человек на определенном этапе понял что если его благополучие зависит от удачной охоты то есть от обилия материальных благ то в его человеческом обществе та которая дает жизнь та которая расширяет наше благо а естественно если нас больше так сказать в коллективе мы можем и мамонта убить то есть мы большая сила так вот это плодородие они и выразили за счет тех органов тех зон которые более всего на это плодородие указывает то есть это большой живот откуда выходят новые так сказать люди это большая грудь которая чем больше тем больше значит она вскормит больше молока и посмотрите тут не важно даже ее лицо или что руки главное вот эти два мощный таз обратите внимание что когда то есть вот это было очень важно поэтому они гипертрофизируют эти части тела с тем чтобы показать вот этот момент жизни момент плодородия но не случайно самые древние богини в общем-то и даже в мифах ну типа Теомат например да или Адити они не нуждаются в мужском начале они из себя как бы производят жизнь сами из себя но в более позднем начале мезолита у меня к сожалению этих картинок нет если мы более позднюю эпоху вернемся и посмотрим когда первобытный человек осознал что для вот этой вот жизни расширения благополучия нужно и мужское начало то знаете как они в эпоху мезолита все это изображалось мужчина не не рисовался и не лепился а лепился и рисовался только рингам только его детородный орган то есть логика та же у женщины самое главное то что дает жизнь значит это живот и грудь а у мужчины самое главное сам мужчина не интересен для производства но по логике первобытного человека да сам не интересен главное интересен это лингам поэтому вот изображения лингама в эпоху мезолита они появляются им поклоняются и в скульптуре и в рисунках то есть о чем это говорит это еще раз подтверждает что это не эстетический акт это не художественный акт а акт ну прежде всего магический акт религиозный акт выживания а не поисков красоты и какого-то эстетизма это чисто жизненно утилитарные жизненно утилитарное важное действие которое еще раз повторяю не связано с художественностью если мы все-таки зададимся вопросом ну хорошо если действительно это скорее магические религиозные действия связанные с процессом выживания первобытных людей то что дает нам воспринимать их как художественные произведения иными словами а если в них что-нибудь такое что по прошествии многих тысячелетий воспринимается нами как художественные иными словами то есть если здесь элементы композиции пропорциональности формы каких-то колористических находок то есть если здесь что-то если если оно есть то откуда оно здесь что мы по прошествии много тысячелетий воспринимаемся вот таки видим некий эстетизм видим некую художественность и если она есть то откуда она здесь почему она здесь то есть то что логика понятна мы посмотрели что это не эстетический акт это магический акт связан с проблемами от выживания утилитаризма какого-то первобытного да жизненно важными процессами обеспечения то почему здесь можно ли говорить здесь о моментах какой-то художественности то есть если здесь какой-то элемент художественного образа вот можно вернуться к животным нашим ну хотя бы да вот прекрасное изображение посмотрите что дает можно ли говорить о том если здесь момент художественности ну во-первых мы видим в данном этом произведении да как очень точно очень лаконично несколькими штрихами первобытно я вообще считаю что вот этот художник даже по с теми что это видимо выдающийся был товарищ потому что посмотрите какая плавная уверенная линия как он поднимает вот с головы вот почти диагонально идет линия потом в такой плавный изгиб то есть мы видим чрезвычайную степень но ведь это не конкретное животное да мы видим чрезвычайную степень такой вот обобщенности этого вида явно больше здесь есть определенная такая метафоричность в изображении рогов этого животного потому что в реальности это антилопа они не будут такие большие они будут заканчиваться где-то на вот начале ее спинки но он посмотрите сделал большие рога ну можно предполагать может быть они ему нравились он выразил так свое восхищение хотя может быть он сделал такую гипертрофированные рога очень красивые такие параллельно как бы идущие спине с тем чтобы показать что это скажем так дух этих то есть как бы главенствующее существо которое ну скажем так является главным среди вот этих антилоп и поэтому вот такое как бы как бы у колдуна был специальный так сказать головной убор который выделял их других охотников так может быть и дух этих антилоп он захотел ну если бы оно было цветное это очень такой великолепные подобранные охры от желтоватых на светлых до темных которые обозначают окрас спины и вот на задних лапах и полоску по животу животного то есть иными словами мы видим что несмотря на то что это был магический акт связан с какой-то жизнеобеспеченностью первобытный художник изображает это исходя из объективных законов реалистичного изображения трехмерного объекта на двухмерной плоскости то есть что здесь происходит здесь конечно стихийно срабатывают законы законы которые непреложны которые потом непреложно кладутся в живопись законы трансформирования трехмерных объектов на плоскость посредством композиционного решения и цветового решения то есть но опять-таки вряд ли это было осознанно это могло быть ну в силу может быть одаренности какого-то художника или просто потому что ну золотой до идет нота ре есть же и в искусстве там же не все так субъективные какие-то образности да а там есть вполне реальные законы законы гармонии законы композиции которые учат и художники которые учат и музыканты то есть и вот здесь очевидно такие законы они работали они заставляли действовать художников для того чтобы а как известно первобытные вот такие артефакты они прежде всего исходили из подражания из реалистических потом уже в эпоху мезолита и здесь есть такие изображения они стали более абстрактные более динамичные но там было связано с тем что в эпоху мезолита вот можно вот сейчас скажу какие в эпоху мезолита очень интересные кстати вещи сейчас мы и так здесь просто сыграли законы характерные для искусства которые существуют независимо от того хотим мы или нет нет как все законы они объективны ну вот можно эти и еще где женщины вот такие вытянутые ну вот остановимся на этом посмотрите здесь мы уже не видим ну вот такого ну скажем например в изображении человеческих фигур и даже животных такого вот как бы жизнеподобия да почему чем это было связано а дело в том что вот в средний каменный век человек открыл это первый первый порог скорости именно в мезолите человек побежал на лыжах и изобрел санки короче говоря это был и изобрел лук то есть это вот как сейчас мы машину да открыли вот скорость по лет назад то есть и тогда это был первый до колеса это до колеса ну вот первый первое знакомство со скоростью больше чем человеческая ходьба так вот и вот это передача движения посмотрите они все бегут бегут и животные бегут и люди и вот большая больше абстрактность больше условность по сравнению с более древним реалистическим как бы изображением она связана с тем что нужно было передать движение и движение передавалось за счет не вот более тщательной за счет менее реалистичности реализм уходит потому что нужно изобразить ножки в каких-то там у него согнута нога и вот эти вытянутые силуэты они ну больше более воспринимались как то что ну вот если вы даже побежите все равно будете казаться тоньше нежели стоите это это просто опять-таки закономерности оптики когда человек бежит он кажется и выше и и меньше чем когда в статическом состоянии и вот эти тоже ну новые наверное для человека той так сказать эпохи переживания вот этого движения они стали отражаться в в мезолитическом искусстве но здесь возникла другая проблема связанная как раз таки с объективными законами искусства когда в эпоху мезолита стал вопрос отражения вот этого движения да стал вопрос композиции потому что когда одно животное изображается вопрос композиции расположения в пространстве не стоит а вот здесь стал вопрос композиции ну конечно они не имели представления о том что это такое но во всяком случае здесь впервые появляется низ и вверх на того пространства где что-то изображено и вот посмотрите здесь низ и вверх скажем так вот в изображаемом пространстве решается как последовательность идущая сверху вниз или снизу вверх но никакого вот единого композиционного центра здесь конечно еще речи быть не может и нужно сказать что вот эта вот мезолитическая находка не надо думать что ее нет например искусство не взяло ее если мы сейчас рассматривали китайскую живопись которая строится на основе аксонометрии или параллельной перспективы то какие-то моменты а что такое параллельная перспектива нет более больших предметов нет удаленных то есть посмотрите все что далеко вверху да и то что на переднем плане оно все одного размера одной масштабности и здесь вот можно рассматривать вот это движение как угодно справа налево сверху вниз снизу вверх оно везде одномасштабно и вот это первое понимание композиции оно было открыто в эпоху мезолита и потом в общем-то во всяком случае в дальневосточном искусстве и конфуцианском и дзенском китайское все искусство и оно в общем-то очень долгое время в общем-то имело место итак возвращаясь вот к тому чему мы начали откуда почему мы можем воспринимать произведения вот той далекой эпохи почему нам кажутся художественными вот наверное от этого несмотря на то что это было прежде всего религиозные магические акты объективно сталкиваясь с вот этой задачей задачей этих кукол бога или заместителей тех духов которым обращался первобытный человек начали объективно действовать законы которые ну нужны были или позволяли что-то изобразить изобразить на плоскости потому что искусство если мы а вот еще один вопрос сейчас мы к нему перейдем момент такой интересный и так потому что трехмерные объекты переводились в двухмерные а когда мы говорили о скульптуре да первоначально это были либо женщины понятно с чем это было это вообще наверное нельзя рассматривать как художественную вещь потому что это была гипертрофизация генитальных таких зон с тем чтобы это была мольба плодородия это можно сказать вообще пластическая молитва а не эстетическая вещь на что еще раз повторяю доказывает и вот изображение мужских лингамов это тоже вот молитва в общем-то о плодородии а не художественные акты но вот здесь такая вещь почему первобытное искусство как оно называется или артефакты оставшиеся с той поры почему это только рисунки рельеф ну еще скульптура и живописные какие-то акты ну наверное можно говорить что какая-то и музыка была но я не знаю все исследователи первобытного первобытной культуры говорят что очевидно если что-то там и было естественно до нас ничего не дошло то скорее всего это было в музыкальном плане было открытие ритма ритма последовательности что-то душненько давайте что-то откроем а то как-то совсем душно немножко так вот ритма а почему все-таки большая часть артефактов связаны с живописью и скульптурой и вот здесь если мы будем говорить об этом мы о чем мы опять придем к тому что наверное вот эти артефакты можно воспринимать как опять-таки не эстетические явления а как одну из форм познания как прежде всего гносиологические акты почему первобытный человек живя вот совершенно мощно еще давлеющий на человека природной среде а времени ну наверное многие длительное какое-то время не догадывался по той простой причине потому что единственным темпоральным ориентиром для него это было восход-заход солнца а восход-заход их стрелой времени вектором не посчитаешь очень быстро собьешься даже в тюрьме люди которые сидели и делали зарубки все равно на определенном этапе они сбивались и у них вот этой выдержанной стрелы времени не получалось то есть и так было в общем-то очень долго еще в древних цивилизациях Шумера Акада Египта можно вот эту цикличность которая рождала очень мощный пессимизм мощно проследить они мощно звучат там эти пессимистические вещи это тем более характерно для первобытной культуры и так время это очень такая расплывчатая вещь и как вам известно время научились отчитывать и осознавать как векторную стрелу только в начале второго тысячелетия Сильвестр Папа Римский Сильвестр Второй изобретение механических часов тысячных год нашей Реды так вот при отсутствии восприятия да в общем-то и время-то им было скажем так не очень-то и надо для того образа жизни и единственное что очень начиналось познаваться и переживаться это пространство но пространство для первобытного человека конечно не было абстрактной категории пространство удаленность или дни охоты это прежде всего были связаны с передвижениями за животными и вот почему прежде всего пространство начиналось с осознания и освоения через фигуры животных потому что помещая их на стену они тем самым нам показывают это пространство вот когда одно животное это факт это вот вот оно а когда двое это уже протяженность трое вверху это уже значит и высота пространства и именно через количество движения развертку этих животных показывалось пространство кроме того пространство ну гораздо легче постигаемо человеком потому что оно связано с таким органом как глаз недаром у нас в народе и у многих народов есть такая поговорка лучше один раз увидеть чем сто раз услышать то есть звуковые познавательные вот моменты они ну более более изыбки более могут быть неверными какими-то нуждающимися прежде всего в визуальном визуальном подтверждении фиксации и вот все вот эти особенности игносеологические цивилизационные они вот прежде всего склоняли не склоняли это было просто вот данность да того времени что человек познавал мир прежде всего за счет пространственного освоения пространственного освоения мира а что такое пространственное это форма и цвет вот почему самая древняя форма освоения мира это у нас будет то что мы воспринимаем сейчас как живопись но на самом деле форма и цвет это был факт гносеологически это был факт освоения пространство. Кстати, вот эти воспоминания о очень древнем освоении пространства через предметность — понятие фьюзиса в древнегреческой философии. Ведь физическое пространство для них — это не просто протяженность. А там, ну, если помните античные карты, там обязательно будут леса, озера какие-то, вот там достопримечательности какие-то античные. То есть фьюзис, пространство физическое — это, прежде всего, наполненность, наполненность объектами. А вот истоки вот такого восприятия пространства очень древняя. Оно коренится еще в первобытной культуре и которая отразилась вот в том, что мы называем в том, что мы называем первобытной живописью. То есть была наполненность пространства. Но с другой стороны мы можем сказать, как бы вот суммируя все, ну хорошо, это не эстетический акт, это магический акт. Это утилитарный в связи с тем, чтобы выжить. Это гносиологический акт познания пространства. Это одновременно объективное и, может быть, бессознательное проявление действия вот этих художественных законов. А тогда, вот если это не искусство, это вообще что такое. Как мы можем это классифицировать? И с чем мы вообще, в общем-то... Ну здесь, правда, прежде чем сделать этот вывод, еще можно об одном очень интересной вещи поговорить. Это об авторе. Потому что проблема автора вообще в первобытном обществе вообще не стоит. И самое интересное, что она еще долго не стояла. Потому что еще во времена средних веков ведь считалось греховным подписывать, во всяком случае, до рубежа романики и годики, ну, хотя, конечно, есть авторы, но заметьте, теоретических трактатов, таких как Ругери, таких как Теофилус, да, но это теория. А вот практика, а ведь автор – это значит тот, кто действует. Автор – это, ну, как сказать, работник, действующий. Действующее лицо. Так вот, тот, кто действует, никогда не писали свои. Наоборот, считалось это греховно, потому что это гордыня. И вот, например, романские мастера либо ставили знак свой ремесленный, да, там руку или какой-нибудь циркуль или еще что-нибудь, потому что считалось, что Бог и так знает, кто это делал. А для людей сказать, что вот я там делаю, это извини мне гордыня, и за это ты получишь там соответствующее наказание. А тем более об авторстве речь не шла в первобытном обществе, потому что все единицы того общества мыслили, прежде всего, как части, как части, коллективное сознание, да. И вот здесь мы тем более не можем говорить о том, что это искусство, в нашем понимании, в современном, о том, что есть, так сказать, автор, художник. Ведь нет никаких вообще доказательств того, что это вообще делал один человек. Вполне возможно, что здесь, так сказать, трудилось двое-трое и там на других каких-то вещах. Кто-то добавлял, кто-то подновлял, кто-то там еще что-то добавлял. Тут нет никаких доказательств. Мы даже можем не говорить об этом ни на чем. И вот даже с этим, да, возвращаясь к тому, а что же это такое? И вот если здесь мы проанализируем то, что, то, о чем мы говорили, можно, наверное, говорить или сделать, попытаться такое предположение, о том, что это не искусство, а вот учитывая его религиозную, так сказать, корень, и как заместитель или как куклы для общения с богами, вот такая диалогичность через искусство, что можно сделать, какой можно сделать вывод? Во-первых, это одновременно и религиозный диалог, но если мы будем учитывать те законы, которые там объективно действуют, но еще не осознаются как отдельные художественные законы, все это такое вот синкретическое явление, не синтез, когда уже, ну, соединяются две сущности, уже существующие отдельно, а еще когда эти сущности не разошлись, вот синкретическое, типа плазмы, когда это еще не жидкое, не газообразное, не там твердое, а вот в таком еще взвешенном состоянии, это протоискусство. И я хочу сказать, что вот состояние протоискусства, оно даже наблюдается в эпоху древних цивилизаций, когда, например, до Древней Греции не было театра, но и театр, и танец, и музыка были еще в едином, то есть в едином, существовали в едином культурном явлении, как религиозная процессия, которую, кстати, древние греки называли дроминоном, отсюда и произошло слово драма. Дроминон – это значит прохождение. И вот что такое религиозная процессия? Это значит, кто-то идет, поет, кто-то, вспомните Давида, который танцевал перед ковчегом, кто-то танцует, а кто-то носит на себе маски богов, то есть играют роль. Вот здесь все, здесь еще не вычлененное ни танец, как отдельное искусство, ни театр, как отдельное искусство, и ни музыка, как отдельная, так, тем более симфоническая такая. Вот что такое протоискусство. Но зародилось оно именно вот в эту первобытную эпоху. Это было не искусство, это было протоискусство, которое еще неотделимо, неотделимо, не от хозяйства. И по существу это была хозяйственная практика. Когда мы, извините, просим напокушать у заменителя куклы бога, и чтобы нам всем не вымереть, там, никто, чтобы нас не потоптал, не убил и так далее, и чтобы мы убили этого мамонтова и наелись, и перезимовали зиму, это хозяйственная практика, а не эстетство там какое-то. То есть вот и когда вот с этой хозяйственной практикой, религиозными практиками и объективными художественными законами, которые позволяют это вот перевести действительность на плоскость и сделать вот какой-то образ, вот это явление можно назвать только протоискусством. Это не искусство в собственном его понимании. С автором, с художественным образом, с задачами эстетическими, с задачами, так сказать, вот такими философскими, скажем так. То есть не искусство, а протоискусство. Вот такая синкретическая форма. Но обратите внимание, форма, которая неразрывно говорит о том, вернее, убедительно говорит о том, что искусство, в этом плане можно тут утверждать, да, что искусство в такой синкретической форме говорит о том или подтверждает тот факт, что антологически любое искусство, даже сегодняшнее авангардное, оно корнями своими уходит в религиозную практику. И даже вот исследуя феномен протоискусства, первобытного протоискусства, можно говорить о том, что искусство, как оно, вот все эти законы рождаются, они рождаются из желания человека, свои религиозные воззрения, то есть что такое воззрение? Это мысли, да? Это мысли и представления о чем? О ноуменальном мире. И вот этот ноуменальный мир, а человек феноменальное существо. Для того, чтобы сделать что-то актом культуры, его нужно опредметить, феноменализировать. И вот этим инструментом, который опредмечивает, феноменализирует наши вот воззрения, да, идущие из ноуменальных каких-то миров, и служит искусство. То есть искусство — это визуализатор культуры. И в данном случае вот протоискусство — это первый шаг по визуализации наших представлений о мире, прежде всего религиозных. Ну или мифологических, если хотите. Я вообще думаю, что человек способен репродуцировать только мифологическое сознание, даже если он профессор и академик. Все равно у него будут элементы там не научного знания, каких-то предыдущей памяти и многих-многих других вещей. Поэтому мы носители мифа априори, потому что мы люди. И у нас масса фантазий, мы всегда мечтаем, и это все создаем. Так вот, вот то первобытное, первобытный миф, или первобытное, вот, религиозное, а религию мы все помним, это связь вот того самого номинального с феноменальным. И вот искусство это и есть, поэтому оно и рождается. Но не потому, что первобытные люди, вот они там эстеты такие, дай-ка мы стены пещеры тут разрисуем, а потому что нужно вот свои воззрения, переживания, то есть вот то, что у нас там летает в голове, нужно зафиксировать, нужно сделать понятным, родным, узнаваемым. Нужно, ведь место, где живет человек, не дикой природой, это культура. А культура это феноменальность. Вот феноменализатор. И первый шаг это протоискусство. Ну, если вкратце, я не запугала, не утомила, если, как я понимаю, это не общепринятая точка зрения, но вот мне кажется, я постаралась достать, мне кажется, это доказательно, что это протоискусство. И воспринимать, а почему мы, может быть, так на него реагируем? Ну, потому что, видите ли, если позволите, я еще не исчерпала свое время, если вот еще на этот аспект остановиться, Людмила Викторовна, как? У нас полтора часа. Ну, мы еще укладываемся. Укладываемся, да? Здесь встает вопрос, почему современный человек воспринимает вот это протоискусство, это начальный визуализатор, как чистое искусство, как искусство, без всяких прото, без всяких... Ну, посмотрите, здесь можно достаточно, мне кажется, такая прозрачная ситуация. Конечно, мы же не первобытные люди, и за нами такой огромный, в том числе и художественный путь. И на протяжении этого художественного пути искусство, будучи вырастая из религиозных практик, оно все дальше и дальше уходило в свою чисто эстетическую область. А эстетическая область имеет одну такую, ну, я бы сказала, даже опасную вещь. Знаете, еще Фома Аквинский, по-моему, Сумма Контраджентивис, приводит, у него есть такое высказывание, он пишет, что и дьявол может быть прекрасен, если он красиво написан, если он хорошо передан. То есть вот это вот один из таких тревожных звонков, так, щук, как дьявол может быть прекрасным, да? Если мы посмотрим, а ведь это уже готика, это 13 век, вот в готику и началось вот это расхождение. Если в романскую эпоху, если кто-то ваяет или рисует дьявол, он будет, ну, квазимута, будет очень страшный такой, на ножках, с таким ртом, там, пасть, все при нем. То есть четко здесь, здесь этика от художественного образа не отходила. А вот с готики вот такая вилочка, она все больше и больше и больше нарастает, и особого, конечно, подъема возникает уже в период секулярных культур, в частности, и современной культуры, да, которая, ну, провозглашает свою светскость и делает из религии некий просто феномен, существующий отдельно в своих там каких-то рубежах. Так вот, в такой позиции, почему это достаточно опасно? Потому что здесь человек вступает на зыбкую почву своих субъективных интерпретаций, своих субъективных переживаний, ощущений, когда он может, ну, любой практически, ну, посмотрите современное искусство, посмотрите на того же Бекона, например, да, или Янкелевского, или... Да, есть вещи прекрасные, но есть совершенно бесфигурные, там, напор точек, ну, может быть, в устах доктора искусствоведения, это, занимающийся современным искусством, звучит вообще провокационно, но, знаете, я хочу сказать, вот, будучи искренним, очень много произведений, так называемого современного искусства, лживы и фальшивы. В каком смысле? Потому что они воспринимаются таковыми только на основе наших субъективных транскрипций, пояснений, настроений, но не объективно, не основываясь на наших глубинных формотворческих характеристик, этических характеристик, а ведь искусство изначально, оно этично, и там, где исчезает этика, появляется вот это зыбкое поле субъективных взглядов, которые, вот, ну, а я так вижу, всё. То есть, и вот здесь, почему этот эстетизм и опасен? И вот, подходя уже с этим, короче говоря, релятивизм, оценочный релятивизм, и вот человек уже пройдя, современный человек, пройдя такой длинный путь, и уже достаточно, ну, скажем так, расшатанный этим эстетическим релятивизмом, который может найти чувство наслаждения и увидеть элемент прекрасного даже в каком-нибудь разлагающемся трупе, как, например, некрореалисты. Есть и такое направление в современном искусстве, некрореализм, где действительно там повешены, где самые утопленники плывут, так сказать, по реке, и всё это достаточно ярко, мощно изображено. Так вот, такой современный человек, безусловно, в первобытном протоискусстве, он отсекает ту часть, о которой я сейчас долго, я надеюсь, не нудно говорила. То есть он отсекает магические практики, потому что они уже ему не близки. Он отсекает эти переживания плодородия, жизни, воспроизводства, потому что мы уже ходим в магазин, там, сказать, нас голод не тревожит, мы где-то закупим продукты и будем жить. То есть вот эти все вещи, которые для первобытного человека были чрезвычайно важны, и прежде всего они переживались. А для нас просто не существует. Они, для нас химера, мы даже о них можем не подозревать. Но мы видим то, что объективно здесь отразилось, это нахождение композиции, столкновение цветов, какую-то спонтанность передачи того, что непосредственно человек наблюдал, это разнообразие живого. То есть, понимаете, мы усекаем все то, что было главным, основным сердцевина, и видим то, что осталось, а осталось только вот те элементы нарождающихся художественных законов, которые здесь отразились. И поэтому для нас оно искусство, но это субъективный наш взгляд. А на самом деле в реалиях той культуры это протоискусство, синкретическое явление, которое было тесно связано с утилитарными практиками и с магическими ритуалами. Вот поэтому мы считаем, но с другой стороны, если мы будем объективности придерживаться, то это, конечно же, не объективная оценка, не объективная оценка того, что это искусство. Это наше субъективное восприятие. Но в рамках той культуры это, безусловно, другое явление. Это явление протоискусства, которое несколько, не совсем искусство. По функциям, по художественным задачам, по осознанию, по многим-то вещам. Но это не искусство, а протоискусство, у которого другие задачи, другие функции. Возникли какие-нибудь вопросы? Да, давайте. Спасибо, господин. Да, пожалуйста. Спасибо.